Всем-всем-всем большой привет из Норвегии. Меня зовут Татьяна и вы у меня на канале Агата Тата 74. В сегодняшнем видео я расскажу о тех покупочках и подарках, которые получились у меня за декабрь месяц. Ну я, конечно, давала себе зарок в видео о косметичке декабря. Ничего не покупать больше из косметики. В принципе, удалось, но что касается подарков, тут уж как можно было отказаться. Ну хочу я свое видео начать с вот такого календаря. Это, так сказать, итоги распаковывания календаря. 24 дня красоты от норвежского магазина Kix, Monsan и Skin Treat и Batch. Это уже два шведских бренда. Я не буду рассказывать вам о этих средствах, потому что это не актуально. Меня в основном смотрят подписчики из Российской Федерации, а там этого всего не купить. Вот, но и я имею ввиду вот этот календарь, поэтому это как бы не очень интересно будет. Хочу просто сказать, что календарь мне очень понравился. Здесь много ухаживающих средств, здесь много даже гаджетов. Посмотрите, и шпильки есть, и какие-то заколочки. Вот такая большая, большой гребень для расчесывания волос. Вот такая лопаточка для нанесения крема. В общем, мне данный календарь очень понравился. Вот, ну и когда дело стало перед тем, что дарить мне мужу, вернее, мужу мне, то мы с ним зашли опять же в этот магазин Kix, и он предложил мне выбрать какой-нибудь парфюм. Я долго выбирала. Знаете, когда так неподготовленный, без плана приходишь, что купить непонятно. Поэтому увидела вот такой парфюм от Hugo Boss Mavi и решила его взять, взять в подарок. Не буду его описывать, потому что я его еще не очень хорошо тестировала. И что касается описания, пока еще нужно мне походить с ним и сделать какие-то определенные выводы. Но, знаете, хочу сказать в общем о парфюмерии от Hugo Boss, что я считаю, что цены у них завышены. Да, у них интересные ароматы, но все-таки они не стойкие, и они долго не держатся. Ну, час, полтора часа, не более того. Вот, поэтому я считаю, как-то с ценами нужно быть поаккуратнее. Ну, а вообще я хотела, конечно, себе что-нибудь из одежды. Зашли мы, опять же, для того, чтобы выбрать подарок мне в магазин H&M. И тут я увидела распродажу косметики The Balm. Там было очень много палеток, ну, их знаменитые скульпторы, всевозможные там хайлайтеры и так далее. В общем, чего там только не было, и, конечно, тени. Мне всегда нравились вот эти тени. И когда мы, естественно, зашли и увидели, они прям рядом со входом, какая там уже одежда. Никакая одежда уже стала неинтересна. Вот, и я буквально, знаете, остановилась вот возле этого стенда. Ой, стала выбирать, потому что там вот этих палеток было 4 или 5 разновидностей. Вообще не обращала внимания на то, что здесь нарисовано. А мой стоит и говорит, ну, что-то определилось. Покупаем одну палетку. Кого, говорит, берешь? Мужчин или женщин? Я думаю, каких мужчин, каких женщин? Потому что я смотрела в основном на цвета. И тут после вот этих слов еще больше так хаотично стала выбирать. Или мужчины, или женщины. Он говорит, ладно, берем и мужчин, и женщин. Палетки просто супер. Супер, супер, супер. Я сейчас нанесу их на руку и покажу вам сводчи. Они имеются в продаже. Вся косметика The Balm. Но не то, что мне нравится, но влюбленная в нее тоже. Вот на первом месте у меня сейчас Revolution. На втором месте, конечно, люксовые марки. А на третьем месте это The Balm. The Balm и Benefit мне еще тоже очень нравятся. Цветопередача просто шикарнейшая. Ну, рефильчики тут не сказать, что большие. Но для того, чтобы не надоесть, думаю, будет в самый раз. Так, вот какая красота. Так чудесно они выглядят. Это первый ряд. Скидочки были очень хорошие на эти палетки. Если переводить в русские рубли, то каждая палетка стоила примерно 800 рублей. Ну, где-то вот так. Ну, согласитесь, если... Там цена была, по-моему, 70% скидка в честь Рождества. Ну, согласитесь, как не взять? Какие там обещания? Если муж в хорошем настроении собирается все это оплачивать, хотя я бы и сама могла оплатить на такую цену. Вот. Но почему бы не принять это в качестве рождественского подарка? Все это мы, конечно, с ним запаковали. Положили под рождественскую елку. Хотя я хотела уже тестировать. Хотела все это использовать. Так, и... Ну, еще черный оттенок. Он первый идет. Вот такие тенюшечки. Ну, 700 рублей. The Balm, как вы думаете. Стоит ли отказываться от покупки? Вот такая красота. Так, это у нас были женщины и мужчины. Вот я честно, я бы даже... Даже если бы сказали вот сейчас. Ну, а кого ты выберешь? Начну со второго ряда. Я бы и сейчас... Я бы и сейчас, знаете, не дала ответ, кто мне больше нравится. Какая палетка, вернее, нравится мне больше. Мужская или женская? Ну, они все класснючие такие. Такие оттеночки просто такие интересные. Извиняюсь за тавтологию. Такие-такие. Но наношусь и... Наношу, вернее, эти оттенки и радуюсь, как ребенок. Вот до чего дошли. Вот они. Красота. И, знаете, вот в этом немножечко дегтя в бочку меда, как говорится. В этом же H&M стоит женщина, которая ходит со мной из Африки, которая ходит со мной на курсы по изучению норвежского языка. Ну, она девушка-женщина. Я не знаю, честно говоря, сколько ей лет. Около 30. И вот она на меня так смотрит. Что говорит? Опять косметики накупила. Я говорю, да, опять накупила. А она мне в очередной раз сказала, потому что она мне до этого говорила, лучше бы ты перевела эти деньги бедным в Африку. Представляете? Она мне еще будет учить, куда мне переводить мои деньги. Она является подписчиком моего инстаграма. Не знаю, смотрит она YouTube или нет. Ну, я думаю, наверное, нет. Набивалась ко мне в подружке. И после того, как она... После инстаграма, кстати, она очень сильно обозлилась на меня, увидев мои все коллекции. И вот после вот этого, думаю, она, наверное, вообще со мной здороваться теперь перестанет. Ну, кому какое дело? Куда мы тратим свои деньги? И я не устаю повторять о том, что косметики много не бывает. Если вам это действительно нравится, то делайте то, что вам нравится. Как говорит мой любимый психолог Михаил Лобковский, делай то, что нравится. Ну, это действительно правильно. Если тебе нравится, как он говорит, покупать одежду, если был в этом недостаток в Советском Союзе, то покупай, наслаждайся, как он делает это. Если был недостаток в покупке косметики, покупай, наслаждайся. Еще одна палеточка. Эта палетка не для глаз, а для бровей. От Viva Ladiva. Вы знаете, что мне нравится. Это шведская косметика. Она тоже была куплена со мною по скидкам. Таким образом выглядят рефильчики этой палетки. И здесь имеются все необходимые гаджеты для оформления бровей. Вот эта палетка мне нужна была действительно. Если я, конечно, можно было бы, я бы прожила без вот этих вот двух палеток от The Balm, то вот эта мне нужна. Нужна палеточка. Я не буду ее тестировать, потому что как бы тоже не имеет смысла смотреть на нее. Я не знаю, есть она в продаже в России или нет. Вот, ну, посмотрите, такое красивое оформление, модное. И эти палетки разбирались, как горячие пирожки. Я долго не могла ее купить. Вот, знаете, целый стенд косметики Viva La Diva представлен во многих магазинах, норвежских магазинах, например, Cubus, H&M. А вот, и там много, выбор очень хороший, много косметики, но вот эту палетку расхватывали, как горячие пирожки. Тут я прихожу, она есть в продаже, и плюс еще со скидкой. Ну, как не взять? Ну, и последнее мое приобретение тоже было куплено по скидкам. Это тушь от Lancome Definisils, по-моему, так называется, Definisils в оттенке 01 Noir Infinity. Я ее не буду вам показывать, как она, щеточку и так далее. Вот, потому что после этого туши пересыхают. Вот, и это тушь тоже, почему я ее купила, потому что была на нее хорошая скидочка. А вот что касается там, хорошая она, она нехорошая, ничего не могу пока сказать. И скидка была тоже на нее приличная. Если переводить в русские рубли, то стоила она тоже где-то рублей 700-800 на русские деньги. В общем, какой можно сделать вывод по моему такому небольшому видео о подарках и покупках в декабре месяце. О том, что я еще раз повторюсь, что не надо отказывать себе вот в таких маленьких радостях. Я думаю, что не надо говорить себе стоп с косметикой, завязывай. Если нравится, то нравится. Делай то, что хочешь, конечно, но думай о последствиях. Итак, всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в моих следующих видео. И всем пока-пока.